Всем привет! Сегодня у нас четвертый семинар второго модуля. Мы сегодня поговорим о шаблонах программных проекций и силовых полей. Если в прошлом занятии мы с вами говорили о синтонизации, то есть просмотре полей, мы рассматривали какие есть варианты просмотра, как вставить шаблоны для просмотра. В предыдущем занятии еще до этого мы с вами проговаривали механизмы или алгоритмы. Сегодня таблица программных шаблонов вам откроет возможность или понимание на многие вещи, хотя бы потому, что вы просто будете понимать, как воздействуя на те или иные шаблоны, ставят те или иные шаблоны, индуцируя эти шаблоны, какие происходят изменения или как бывает. Вы помните, что мы на прошлом занятии говорили, что шаблон и фильтр, который стоит в сознании человека, в уме человека, они иногда, будем так говорить, почти одно и то же. То есть есть фильтры, которые стоят, пропускают определенные аспекты, а остальное не пропускается, не принимает, не принятие. Мы будем сегодня работать с определенными шаблонами, которые нам помогут воздействовать на фильтры сознания. Я напоминаю, что у нас не просто биоэнергетика, у нас биоэнергетика сознания. То есть исцеление происходит с воздействием на сознание. Поэтому, когда мы будем понимать или модифицировать то, что нужно, на что воздействовать, на что надавить, на какую кнопку надавить, вот эта таблица программных шаблонов, это большая такая яркая панель из 49 программных шаблонов, которые можно нажать на одну, на две, на три, это все уже зависит от вашего мастерства. Сегодня мы будем с этим знакомиться. Ну и второй слайд. Да, вот по таблицам мы попробуем с вами помедитировать. Уже вот на этой практике, к сожалению, вам будет сложнее работать со своим, со своей проекцией. Поэтому практика, скорее всего, будет на определенную медитацию, чтобы увидеть или понять. А во втором слайде принципы изменения силовых полей. Это будет практика, как домашнее задание, я объясню, в чем суть. И эту практику нужно будет выполнить с напарником. То есть найти человек, которому вы доверяете, и провести с ним эту практику. Ну и потом, если будет возможность, описать эту практику, дать обратный отзыв. Где-то так. Принципы изменения силовых полей мы с вами поговорим. Как работают силовые поля при воздействии. Каким образом можно возбудить силовое поле. И как его уменьшить, силовое поле. То есть, иными словами, принципы изменения силовых полей. Это принципы управления силовым полем определенного среза слоя. Но, в принципе, при должной тренировке и настойчивости в упражнениях можно добиться, что можно запускать несколько слоев или запускать все слои силовых полей. Но, так как мы хотим научиться этим управлять, и более того, мы хотим, чтобы мы этими силовыми полями могли изменять, помогать тем, кому это надо, или изменять ситуацию, воздействуя на ситуацию или на какие-то аспекты жизни или других людей, с их доброго согласия, то, соответственно, и свои аспекты прибодрить. Потому что это дает, в общем-то, хорошее знание, хороший опыт. Ну, и практика. То есть, по сути, я бы сказал, что сегодняшний семинар, наверное, и предыдущие три, а не практические, а этот особо практический, даже, я бы сказал, прикладной. Вот такая вот, напустил интригу. Это, собственно говоря, для фрагментов, для тех, кто будет смотреть. Потому что, пусть уж мои ученики простят, но я скажу так, что эту таблицу в фрагменте я давать не буду. Поэтому предисловие вы прослушаете, а фрагмента к этой таблице не будет. Если вы захотите эту таблицу увидеть, заходите на платное обучение. Ну, в общем-то, реклама закончена. Поехали.